Здравствуйте! В этом видео расскажу о том, как правильно настраивать зеркала, о зрении, расскажу, как оно распределяется во время перестроения, и о том, как правильно делать перестроение, на какие вещи стоит обращать внимание, чтобы оно было безопасным. Ну, в любом автомобиле есть три зеркала, да, то есть это зеркало заднего вида одно, и два боковых, то есть левое и правое. Если говорить о зеркале заднего вида, в основном оно идёт плоское, то есть для того, чтобы отображать реальное расстояние до предметов через заднее стекло. Если говорить о боковых зеркалах, то они бывают трёх видов. Ну, в самых простых автомобилях, да, плоское, то есть которое даёт, в принципе, обзорность, там примерно вот такую, а потом идёт сферическое зеркало, маленькое изогнутое. Вот, делается это для чего? Для того, чтобы у него была больше обзорность. И в более таких продуманных автомобилях идёт асферика, то есть когда идёт сферическое зеркало и угол, да, если мы говорим о левом зеркале, он загнут. Но если говорим о правом, вот так вот она выглядит, то значит правый угол будет загнут. Сделано это для чего? Конечно же для обзорности. То есть примерно вот так вот. И если у сферического будет вот такая обзорность, то асферики будет она маленько побольше. То есть тут идёт такой загиб под определённым градусом, который даёт вот эту обзорность, убирая мёртвую зону тем самым. Поэтому, конечно же, лучше вот такие зеркала, да. Или бывает, каким образом ещё ставят. Левое делает плоское зеркало, да, а правое делают сферическое. Как бы есть плюсы и минусы, да. Плюс, конечно, то, что у неё обзорность больше будет. А минус в том, что начинающим водителю надо привыкать. Потому что в левое зеркало он будет видеть реальное расстояние до автомобиля. А в правом зеркале предметы, они как бы будут удалены. По зеркалу вы будете определять, расстояние будет вам казаться много. А фактически автомобиль будет ехать сзади вас. То есть есть такие вот тонкости. Ну, в основном это делают на иномарках среднего класса, где делают экономию на левое зеркало, да. А правое делают вот такое. Если говорить о том, как регулируются зеркала, то зеркало заднего вида регулируется таким образом, чтобы было видно всё то, что будет происходить в заднее стекло, да, то есть сзади. Если говорить о правом и левом зеркале, то зеркала настраиваются таким образом, чтобы линия горизонта, вот видите, да, дороги была примерно посередине зеркала. Если говорить об видимости автомобиля, то вы должны видеть край автомобиля, там, допустим, дверную ручку, да, как обычно говорят. Ну, неправильные настройки какие делают. Вот так вот, да, слишком перекручивают зеркало, и получается, что они видят больше автомобиль, чем расстояние левого ряда. Или, допустим, вот так вот делают, да, тоже. Для чего как бы делается видимость автомобиля? Для того, чтобы глазу было легче определить. Правое зеркало настраивается аналогично. То же самое, чтобы был виден край автомобиля, дверную ручку, допустим, да, или заднее крыло, и всё, что будет происходить на правой полосе. Если говорить об обзорности зеркал, как она распространяется, то есть вот автомобиль, правое зеркало, левое. Во время перестроения, конечно же, используются боковые зеркала. Вот таким вот образом я его нарисую сейчас, чтобы было понятно. То есть в правое зеркало видимость идёт примерно так. Да, если мы его настраиваем по дверной ручке, вот, в левое зеркало примерно вот так идёт обзорность. То есть зеркало цепляет зад автомобиля, да, всё, что сзади, и то, что происходит сбоку. Поэтому, когда вы смотрите, допустим, вот идёт дорога, когда вы смотрите в боковое зеркало и видите автомобиль, да, то есть он у вас будет посередине. Это как раз говорит о том, что автомобиль едет в левом ряду. Он как раз будет виден. Если вы видите автомобиль наполовину, допустим, он спрятан вот так вот за кузовом, то это говорит о том, что автомобиль едет за вами. Ну, соответственно, так же и в другое зеркало, да, если он спрятан так за кузовом, то тоже едет за вами. Вот, можно так же посередине полосы ехать. Так же есть такое понятие, как мёртвая зона, да, что это? Когда вы смотрите в зеркало, допустим, автомобиль находится вот здесь. То есть зеркала его нету, вы начинаете перестроение, и он выскакивает. Обычно, когда на пол кузова машина вот эта едет назад, как раз он попадает в мёртвую зону. И как раз вот сферические зеркала, да, у которых есть изгиб, они вот эту мёртвую зону делают меньше или вообще убирают. Вот, обзорность человеческого глаза, она примерно по горизонтали 180 градусов, да, то есть вот. Поэтому, если вы посмотрели в зеркале и никого не увидели и начали делать перестроение резко, то вы попадёте в автомобиль. Поэтому опытные водители смотрят сначала в зеркало, и потом маленько поворачивают голову там налево, да, если делать перестроение, чтобы убрать вот эту мёртвую зону. То есть вы как раз увидите машину периферийным зрением. У человека по горизонтали, как я и сказал, поле зрения примерно идёт 180 градусов. Ну, допустим, вот он видит картинку, да, определённую. По вертикали 130 градусов примерно. Зрение у человека, оно бывает центральное и периферийное. То есть центральное, оно распространяется примерно вот так вот. То есть картинка, да, если вот мы берём картинку, то вот тут идёт центральное зрение. Вот, всё остальное, вот это вот, это идёт периферийное зрение, или боковое, как его ещё называют. Поэтому во время перестроения используются оба, так сказать, виды зрения, и центральное, да, и периферийное. То есть центральное зрение нужно для определения расстояния автомобиля. То есть когда вы смотрите в зеркало, и вам надо понять, с какой скоростью едет автомобиль, как быстро он увеличивается в зеркале. Боковое зрение, оно нужно для обнаружения автомобиля как раз в мёртвых зонах. Если говорить о физиологии человека, то у девушек, допустим, и у молодых людей развито по-разному это зрение. У молодых людей больше развито центральное зрение. Поэтому им легче определить, с какой скоростью едет автомобиль, и как он увеличивается. У девушек, да, у них больше периферийное зрение развитое. В 1997 году даже была статистика по аварийности выявлена. Взяли 4000 детей, которые попали в аварию. Из них 60% были мальчики, и 40% были девочки. То есть, как раз доказывают, да, так сказать, эти физиологические особности. И также страховые компании, я могу сказать, выделяют такие вещи, что девушки реже попадают в аварии, где присущий боковой удар. Но, допустим, сделать параллельную парковку тоже, да, то есть им будет намного сложнее. Также можно выделить такую вещь, как глазомер. То есть, что это такое? Глазомер – это способность определять расстояние до предмета, его габариты, то есть с какой скоростью он приближается, да, там или отдаляется. Ну, вот если мы говорим о перестроении. Поэтому глазомер, он больше входит в центральное зрение. Потому что, когда глаз сфокусирован на каком-то предмете, и идет определение его скорости и габаритов. Глазомер, он формируется с оптом. То есть, это не какой-то такой прибор, да, который вот человек использует и всегда будет знать результат. То есть, он именно что натренировывается с оптом. И нельзя человека научить, допустим, делать грамотное перестроение за одно занятие. Да, потому что на это надо время, на это надо ситуации, которые обучат именно и научат водителя, начинающего определять, с какой скоростью увеличивается автомобиль или отдаляется. Конечно, как я и в ранних видео говорил, вот люди, у кого глазомер развит, те же там дизайнеры, художники, им перестроение или соблюдение дистанции, оно дается намного легче. За счет того, что у них центральное зрение развито, то есть, они спокойно определяют расстояние, когда можно ехать, когда нельзя. У людей, у кого зрение, так сказать, и глазомер плохо развит, им потребуется больше времени для того, чтобы натренировать его. Если говорить о перестроении, то можно выделить два вида условий, при которых оно выполняется. То есть, первое – это перестроение в плотном потоке, допустим, в пробке, когда транспорт плотно едет друг к другу, и вам надо перестроиться. Вот. И второй вид перестроения – это когда, ну, можно его сказать, скоростное перестроение, поток едет со скоростью, допустим, там 40 километров, и вам надо перестроиться. То есть, в зависимости от ситуации, используются свои приемы для перестроения. Если мы говорим о первом виде перестроения, когда идет пробка, да, то можно тоже выделить два вида перестроения. Это плавное перестроение, которое подходит под правило, не создавая помех транспорту справа или слева. Или, так сказать, аварийное перестроение, жесткое. Сейчас расскажу, как оно делается. То есть, когда вы делаете плавное перестроение, какая ваша задача? Задача ваша, допустим, вот вы едете. Первым делом, конечно же, обозначить, это включить левый поворотник, и уже смотреть по зеркалам. Как я и говорил, если мы говорим об обзорности в зеркалах, то есть, в плотном потоке вы будете видеть, как раз вот автомобиль. Допустим, край автомобиля торчит вот так вот. Это говорит о том, что водитель у вас под боком. Поэтому основная задача ваша будет обозначить, то, что вы хотите перестроиться. Потом сделать смещение к разделительной полосе. И здесь уже придется ждать, пока вас вот этот автомобиль пропустят. Как только он замедлился, или стал ехать с такой же скоростью, как и вы, то есть, это говорит о том, да, вот этот интервал увеличивается, что вам надо делать перестроение. Допустим, вот так вот интервал он увеличил, и вы спокойно выезжаете. Если говорить об ошибках, которые допускают ученики при выполнении перестроения в пробке, то какие можно выделить основные ошибки? Основные ошибки можно выделить такие, что ученик едет и смотрит в зеркало. То есть, не включает поворотник, а просто едет и ждет того момента, когда ему предоставят возможность. Жидать тут нечего, и никто возможности не предоставит, да, если вы не показали другим водителям, что вы хотите перестроиться. Поэтому, как только появилась мысль, что надо перестроиться, сразу включаете поворотник. В Парарай распространенная ошибка, ученик сразу наворачивает руль, чуть ли там не до упора, и хочет воткнуться. Конечно же, делать так нельзя, потому что, во-первых, если водитель спереди и дальше проедет, то вы блокируете тех, кто едет сзади. То, что вы хотите перестроиться, это понятно, но вставать, да, просто так, как бы без движения нельзя. Поэтому надо ехать и оценивать всегда. То есть, резко ехать в левую сторону нельзя. Это вторая ошибка. Третья ошибка. Бывает, очень близко поджимается к впереди идущему автомобилю вплотную, таким образом, что слева водитель вас начинает пропускать, вы не можете выехать за счет того, что дистанция очень маленькая, и вы заденете угол своим автомобилем другой. Вот. И еще одна распространенная ошибка бывает, когда ученик хочет перестроиться и делает постановку автомобиля напротив другого. То есть, водитель, который едет напротив вас, он вас никак не пропустит. Если уж вы хотите сделать перестроение, то желательно постановку делать вот так вот. То есть, целить в тот прогал между водителями, примерно, чтобы вы находились напротив этого места, или передние колеса ваши хотя бы находились. Когда водитель увидит у вас поворотник, он маленько, да, вот этот притормозит. То есть, и вы таким образом сделаете перестроение. Ну, это говорит о плавном перестроении, которое нужно на экзамене. Если мы говорим о перестроении, которым пользуются большинство водителей, то есть, то как оно выглядит. Есть поток, есть небольшие прогалы, да, и что получается? Водитель закидывает переднюю часть автомобиля в этот прогал. То есть, вот таким вот образом делает постановку автомобиля. Он может или напугать водителя вот этого, что тот в него въедет, или блокирует его проезд таким образом, чтобы он не смог проехать. Конечно же, вот этот водитель, он бить его не будет, да, ну, в зависимости от настроения и характера самого водителя. И в основном он его пропускает. Но делается это на маленьких скоростях, и, конечно же, только опытными водителями, потому что начинающим перестраиваться так не нужно. Если мы говорим о скоростном перестроении, то можно выделить три разновидности разных перестроений. Допустим, едете вы со скоростью 40 километров, ну, три способа, это на замедление, второй способ на ускорение, когда машина уходит, и третий, это такой же аварийный способ, когда вы делаете движение рулем, так, чтобы напугать вот этого водителя, он притормозит, и потом вы делаете перестроение. Тоже такое применяется. Расскажу о первом способе, который самый распространенный, когда ученик идет на торможение. Едете вы со скоростью 40 километров, да, впереди увидели автобус, и первым делом, что вам нужно, это обозначить. То есть, не глядя в зеркало, сразу включается поворотник, потому что, понятное дело, что вам в любом случае надо будет делать перестроение. И едете, оценивайте в боковое зеркало, есть ли для вас возможность. За создание помехи на экзамене считается любое изменение скорости или направления другого автомобиля. То есть, если вот этот водитель затормозит, или изменит направление, да, свое из-за ваших действий, то это считается создание помехи, сразу ставится не сдача, и вы отправляетесь домой. Экзамен на этом для вас будет закончен. Поэтому, как только вы увидели, что вам надо перестроиться, вы обозначили. Потом, развитие события может быть двух вариантов. Или вы делаете ускорение, набираете скорость, потому что этот водитель едет 60 километров, или вы делаете замедление. Ученики, они, как правило, на начальных этапах боятся разгонять машину, потому что глазомер как раз не развит у ученика, и в основном его скорость при обучении идет 40 километров. Делается это как раз не просто так, а для того, чтобы было больше времени, чтобы определить, да, скорость вот этого водителя, и чтобы было время избежать ошибок. То есть, подумать, стоит лезть туда или не стоит. Поэтому на начальных этапах обучения ученики едут со скоростью 40 километров, и разгоняться до скорости 50-60 километров им просто страшно. И они выбирают какой способ на торможение. То есть, включают поворотник, доезжают, да, и ждут того момента, когда или все водители проедут, и потом уже начинают перестроение. Второй способ перестроения, это когда автомобиль пускается на ускорение. То есть, допустим, если водитель едет со скоростью 60 километров, что маловероятно, да, потому что с нашими правилами сейчас ездят все 70-80 километров, если дорога свободная. Ну, возьмем 60. Ученик едет со скоростью 40 километров, то есть, посмотрел в зеркало, определил, что водитель едет быстрее. И нажимает на педаль газа, да, вот, допустим, вот здесь, и делает перестроение. То есть, он набирает те же 20 километров, ваша скорость сравнивается, и таким образом, вот этот автомобиль не успевает догнать, и вы ему помеху не успеваете делать. Но, скажу сразу, то есть, этот способ, когда машина пускается на ускорение, он для опытных водителей, ну, для более опытных водителей, у которых сформирован глазомер, то есть, который видит скорость другого автомобиля, стоит ли выезжать или не стоит. Если говорить об ошибках, которые допускают ученики при перестроении, то что можно выделить? Едет, да, ученик, увидел впереди там стоящий автобус, и едет, смотрит в зеркало, то есть, до последнего смотрит, 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 и только в конце уже включает поворотник левый, обозначая, что хочет перестроиться. Пока вы не включите поворотник, никто даже не думает, что вы хотите перестроиться, все думают, что вы хотите стать. Поэтому первым делом включается поворотник, а уж потом смотрим в зеркало, там есть возможность для перестроения или нет. Вторая ошибка, допускаемая при обучении, это когда ученик включил поворотник, его не пропускают, и он едет, 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 и вот вплотную вот так вот встает. Когда вы встали вплотную, вывернуть руль вот с такого положения будет очень сложно. Поэтому даже если вас никто не пропускает, то ближе, чем метров на семь, лучше не подъезжать на пять к этому автомобилю. Потому что чем ближе вы к нему подъедете, тем больше вам придется руль наворачивать, и тем больше у вас будет амплитуда, и тем больше у вас потребуется времени, чтобы объехать автомобиль. Если же вы поджались к разметочке, встали метров за семь, то траектория у вас будет более плавная, а значит и времени уйдет намного меньше для объезда автомобиля. Третья распространенная ошибка. Когда водитель едет, увидел помеху, включил поворотник и делает резкое перестроение влево. Надо понимать, что у вас автомобиль, когда вы смотрите в боковое зеркало, может попасть в мертвую зону. То есть вот так вот он может ехать. И если вы делаете резкое перестроение, то вы с ним примерно вот тут встретитесь. Поэтому ни в коем случае не крутите руль резко. То есть старайтесь делать очень плавное перестроение. Чем плавнее, тем безопаснее оно будет для других участников дорожного движения. Допустим, водитель увидит, что вы тут задумали перестроиться, он хотя бы успеет притормозить. И вы в этот момент перестроитесь. То есть такая ошибка тоже допускается. Поэтому рулем резко не крутите. Вот. И еще бывает делают нарушение. Одно, когда едут, смотрят в боковое зеркало, горит поворотник, водитель вот этот тормозит, а у водителя осталась, допустим, третья передача. Да? То есть другой водитель ему моргает фарами, езжай. И ученик отпускает все педали и продолжает движение на третьей передаче. И вот так он тоже тут глохнет и остается. Поэтому перестроение – это такой важный маневр, который надо научиться делать. И также не забывать о передаче. То, что если у вас скорость упала, там, до 10, то вам надо вернуться на первый, только потом уже продолжить движение. Какие вещи могут помочь как раз в выполнении перестроения? Давайте расскажу об этом. То есть первым делом, конечно же, это поворотник. Вы включили поворотник. Это говорит другим водителям о том, что вы намерены перестроиться. То есть поворотник вам никакое преимущество не даст. Он только лишь сообщает о ваших намерениях другому водителю. Потом вторая вещь, которая поможет вам в перестроении – это поджаться к крайнему расположению по своей полосе. То есть водители при перестроении поджимаются к крайнему расположению, к разметке, чтобы водитель другой видел, что вы уже готовы перестроиться. Если вы отдалитесь вправо, допустим, вот так вот, то, конечно же, пропускать вас никто не будет. Если вы поджались как можно левее, то другой участник дорожного движения прекрасно понимает, что вы уже готовы перестроиться. Еще, если же у вас скорости одинаковые, то вы спокойно делаете перестроение. И третий способ перестроения – это такой же аварийный способ, но он тоже используется. Когда вы едете в потоке и сначала включаете поворотник, допустим, видите, что водитель вас не пропускает, потом делаете поворот руля, поджимаясь к разметке таким образом, чтобы напугать вот этого водителя, он маленько притормаживает, и потом делается перестроение. То есть такой способ он используется тоже, но не для начинающих водителей, то есть его не рекомендую. можно получить по шапке за такие действия на дороге. Но в жизни он применим.